Ребята, всем привет! Совсем недавно весь интернет запестрил предложениями, срочными продажами, ночными продажами от надежного застройщика, который строит пятизвездочный отель в Лазаревском. Здесь хочу внести свое мнение, потому что начали люди спрашивать мне в комментариях писать. Алексей, что вы думаете по поводу нового открытия продаж, там очень в принципе концепция пятизвездочного отеля, она очень хорошая и так далее. И вы знаете, вот я не могу понять некоторых вещей и хотел бы поделиться с вами, а вы можете высказать свое мнение. Например, если застройщик надежный, если он начинает старт продаж каких-то делать, зачем ему делать на котловании, объясните мне. Сейчас кто-то может сказать, ну как же, это же привлечение инвестиций, то есть для того, чтобы застройщику было там надежнее строить и так далее. Ну давайте поговорим таким образом, хотя бы, предположим, 20% на 20% строительства есть у застройщика. Я думаю, что тот человек, который начинает какой-то объект, если у него нету 20% каких-то возможностей завершить это строительство, наверное, тогда уже ненадежный застройщик. Вот, может быть многие так делают, но у других застройщиков есть другие объекты, на которые они могут опереться в случае какого-то форс-мажорного обстоятельства и что-то там, актив какой-то свой продать, чтобы завершать. Здесь по-другому, здесь начинается с поля, начинается с леса, начинается с красивых картинок и так далее. Задаю себе вопрос, стоит ли вкладываться в подобное на старте продаж? Ну, мое мнение, я считаю, что не стоит. У нас уже были такие показательные, не очень удавшиеся жилые комплексы, например, вот Амеретинские высоты, да, все помнят, то же самое кричали. Вот крутой проект, хорошая локация, виды бомбы там на Олимпийский парк. Вы знаете, с одной стороны, покупателей, которые покупали в Амеретинских высотах, я могу понять, почему, потому что там хотя бы локация, она приближенная к, так сказать, Олимпийскому парку, к инфраструктуре, которую подготовили в свое время, к зоне отдыха, к проживанию, как сказать, к локации для постоянного места жительства. То есть бизнес-класс там, то есть хорошая зона будет закрытая, вдали от каких-то шумных трасс, без какого-то полотного строения каких-то других комплексов, с прекрасными видами, которые, ну, прям действительно миллион. Недалеко от аэропорта, чтобы вы там прилетели, ни шумно, ничего, ни поездов вы не слышите, приехали через 15 минут, и вы там. Но здесь локацию предлагают Лазаревского района. Вот, например, есть комплекс Лучезарный, да, тоже нашумевший проект, тоже с бассейнами, тоже с территориями, тоже первая береговая, куда уже ближе, все как бы круто, все как хорошо. И как не пытались риэлторы сделать из него инвестиционную пушку, не получилось. Многие уже жалуются, что те люди, которые вложились в этот проект, не получают той доходности, которую, по крайней мере, обещали им отделы продаж, может быть, какие-то риэлторы и так далее. Да, здесь цены, там, от застройщика с ремонтом есть и по миллиону рублей за квадратный метр. Может быть, сейчас людей попытаются в новые вот подобные проекты запихать с учетом того, что это вам не нравится, вы потом перепродадите. Хорошо, но это, опять же, только для тех людей, которые готовы рисковать. Сколько вы хотите на этом заработать, если у застройщика достаточно много будет возможности устраивать каких-то акций, а вы можете быть где-то внизу со своим предложением. Застройщику важнее всего, чтобы у него продажи были постоянные, то есть, чтобы не замедлялся ход продаж, чтобы были активные продажи. И если на каком-то этапе, особенно котлованы, запрыгивают какие-то инвесторы, которые в середине пути хотят выскочить с прибылью, да, да еще и без уплаты каких-то налогов, на которых ничего не вешают, то, в принципе, ну, наверное, застройщику это нахрен не надо. Ну, вот я так думаю, да, и продавать ваши лоты, так называемые, будете вы сами. Вот, это что касается инвестиций. Что касается перспектив стройки вообще в целом в Сочи, но если мы вот вспоминаем о том, что у нас ни один комплекс без каких-то проблем не сдавался, то это уже, как бы, приходит в привычку. Например, даже вот взять апартаменты комплекс Горизонт, которые достраивают, многострадальные, да, которые достраивают Альпика, и там, как бы, все время сроки эти переносятся. Понятно, что Альпики его навесили, понятно, не особо с них должен быть стопроцентный спрос, но, тем не менее, как бы, первая береговая линия, и там встречаются предложения. Сейчас вот я смотрел по сайту, он уже построен, да, остается там, вот в эксплуатации, там, ну, какие-то мелочи, может быть, вот, несущественные. По 600 тысяч даже за квадратный метр предлагают. То есть, нахрена покупать где-то, так называемые, в жопе мира, туда, где человек, который даже для себя купит под отдых, например, да, там, ну, некоторые там, так вот думают, да, что они возьмут, например, какой-то номер, куда они будут каждый год приезжать. Ну, во-первых, это нерационально ездить в одно и то же место, это вот 100%. Я больше сторонник за людей тех, кто покупает, например, для себя квартиру, стационар, которого, возможно, он будет использовать как для долгосрочной аренды, либо потом он дальше, возможно, переедет в эту квартиру. Может быть, обстоятельства сложатся, может быть, на пенсию люди переезжают, дорабатывают. То есть, это как вложение в долгую на какую-то перспективу для своей курортной, спокойной, тихой жизни, с развитой инфраструктурой. И то я вам скажу, что сейчас не все можно брать в Сочи. Вот. А такие, говорю, ситуации, как администрация сначала одной рукой дает, потом пощечину дает, потом требует, потом начинает говорить, ну, вы знаете, а вот мы хотели, чтобы вы еще какой-то социальный объект построили. А до этого вроде как разговоров не было. Аппетиту администрацию Краснодарского края даже тоже там могут быть, естественно, не без их ведома это все строится. И как в будущем это может отразиться на вовремя сдаче какого-то из объектов, ну, блин, это, мне кажется, уже должны умные люди, те, которые прожили, наверное, и 90-е годы, и прожили вот этот бардак со сносами, который здесь в Сочи был, и с арестами земли, должны сделать вывод, что стройка это зло, стройка это, хоть и перспективно в каких-то, может быть, регионах, но в Сочи здесь не так все просто, и не дадут какой-то из объектов с легкостью сдать. Будут обязательно какие-то препоны. Поэтому для тех, кто верит риэлторам, которые вот просто сейчас рисуют картину, что это круто, что посмотрите, какие сейчас там продажи, да у нас брони, да вот там это, понимаете, это все может быть наигранное, это раз. Во-вторых, как вам сказать, у риэлтора задача только продать, что вы будете там потом с ним делать и нарисовать особенно красивую там перспективу арендной сдачи, это одно, но, как я уже сказал, вот информация по лучезарному, она как бы открыта, вы можете у любого риэлтора спросить, который занимается продажами, насколько вот этот вот объект, например, был выгоден в свое время там покупать, сколько сейчас люди там на этом зарабатывают, и самый главный вопрос, который мы подводим в итоге, то есть продать курицу, которая несет золотые яйца, зачем, то есть если строится пятизвездочный отель, если туда, возможно, там зайдет какой-то супер, какой-то иностранный там отельер, там будет все как везде там за границей, да, нахрена продавать такие лоты, если они приносят прибыль, что там делать вне сезон, понимаете, вот в чем вопрос, как я уже как-то ранее написал ответ кому-то, если бы это было в Амеретинке, например, туда, я понимаю, Олимпийский парк, есть отличная набережная, отличные развлечения какие-то, но вы устанете просто сидеть на территории пятизвездочного отеля, за которую, кстати, платить вам придется, даже если вы получите уже когда в собственном, за которую надо будет платить, и платить там будут приличные деньги, может быть, все-таки стоит немножко притормозить с решением покупки таких дорогих апартаментов, то есть отелей, да, номеров, которые еще неизвестно, насколько будут выгоднее, может быть, стоит все-таки тогда купить, например, как альтернативу, если вам прям хочется в Сочи что-то в инфраструктурном месте, даже Догомыс, он более инфраструктурный, хоть я считаю его отдаленным, но тем не менее, это Лазаревский район, да, даже Догомысе все-таки, наверное, более подходит под жизнь, под аренду и так далее, то есть выбирайте какие-то вложенные средства не только в то, что вам рассказывают, что прибыльно, а в то, чем вы можете потом воспользоваться, и в случае каких-то обстоятельств это будет более выгодно в продаже и ликвидно, например, квартиру выгоднее всего покупать для перепродажи, чем, например, апартамент, потому что там нет прописки, чем номер какой-то гостиничный, который будет процентов 10 пользоваться лишь только спросом, это так же, как дома, то есть кто-то вкладывается в дома, покупает землю, там строит дом и так далее, а потом говорит, я продать не могу, а почему? Потому что это высокая стоимость, не каждый может себе позволить купить объем такой, понимаете, по денежным финансовым средствам, не каждый захочет залезть в ипотеку, и чем ликвиднее объект в целях, допустим, перепродажи, то есть небольшой планировки, с развитой инфраструктурой, тем легче им просто потом воспользоваться. Есть мнение такое, что эти деньги можно просто положить на депозит, и здесь я тоже, с одной стороны, таких людей понимаю, потому что часть каких-то определенных денег я тоже держу на депозите, потому что я понимаю, что на сегодняшний момент, именно сегодняшняя ситуация выгоднее всего вкладывать в то, что сохранить тебе деньги будет приносить определенную прибыль с этих денег, и когда только у нас сейчас появится стабильность какая-то в спросе, а это как минимум, когда будет процентная ставка понижаться, вот только тогда можно уже на охладевшем вот этом рынке покупать какие-то предложения. А так, я уверен, что тех покупателей, которые в ночное время там стояли в очереди вместе с риэлторами, покупали, будет разочарование после того, когда застройщик начнет опять пачками открывать свои предложения, когда до народа дойдет, что все-таки не все так просто и не самая-то лучшая локация, начнут скидывать стоимость за квадратный метр. В общем, как-то так. Если вам понравилось видео, поставьте сердечко лайк, в зависимости от где вы нас смотрите, подписывайтесь на нашу страницу ВКонтакте, на Ютубе, мы продолжаем показывать вам интересные видео. Удачи, пока! Продолжение следует...